Я загадала одно очень важное слово. Хочу вас попросить, чтобы вы мне помогли отгадать, что это за слово. Сегодня разговор о глобальных вещах. В течение всего года ученики лицея номер 9 будут наблюдать, как изменился мир за последнее время. Наука, искусство, общество, архитектура. Первоклассники смогут обсудить самые разные темы, коснуться даже вопросов эволюции. Это курс, который разработан Натальей Борисовной Шумаковой, профессор психологии, доцент. Мы его реализуем в нашем лицее уже четвертый год. Вот очередное задание – найти в печатных средствах массовой информации примеры изменений. Наша группа нашла следующие изменения. Был ребенок, стал взрослый. Была телега, стала машина. Раньше рисовали камнем, сейчас рисуют мелками. А в это время ученики физико-математического профиля тоже следят за изменениями. У старшеклассников практическое занятие. Первое, что я сделал, это собрал математический маятник с одним грузом. Мы провели исследование и определили период колебаний при отклонении груза маятника на угол менее 10 градусов. Помните, о чем вчера спорили физики и лирики? Если вы внимательно смотрели наш прошлый выпуск, то должны были запомнить, что период колебания математического маятника зависит от длины нити. Да, тема действительно актуальная для всех школьников, кто планирует сдавать экзамен по физике. Актуально, потому что прямо сегодня у них был пробный ЕГЭ, и они пришли и говорят, а мы вот и не можем ответить на этот вопрос. Они могут, потому что еще не проделана работа. То есть до конца учебного года мы проведем все исследования, для того, чтобы исследовательские задачи на ЕГЭ они смогли решить. Ребята не только решают задачи, но и проводят исследования. Внимание, сейчас будет сеанс левитации. Сейчас мы продемонстрируем вам работу нашего мотора. Помещаем наш ротор на статор и начинаем светить. Это мотор Ларис Принга. Его еще называют Мендосинский. Чем больше света, тем больше энергии. Ребята обещают, что доработают модель. И в будущем можно будет даже лампочку зажечь. У нас есть цель превратить наш Мендосинский мотор в генератор энергии. То есть он будет работать на той энергии, которую он сам же и вырабатывает. Также наши все работы исследовательские идут в портфолио. На основе портфолио мы можем попасть в золотой резерв. Абсолютно все школьники с 8 по 11 класс сегодня заполняют вот такое электронное портфолио. Учитываются все их достижения. Лучшие входят в золотой резерв. Вот, например, Алексей Федоровых. Первый в городском рейтинге по спорту. Остальные стараются не отставать. Анастасия Петухова, Георгий Тимофеев, телекомпания Ветта.